Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня среда, 12 апреля. У микрофона Алексей Сорокин. В утреннем эфире вы услышите. Городские улицы, парки, скверы и бульвары украсят цветники и новые деревья. А в преддверии Дня Победы на площади 2000 квадратных метров расцветут тюльпаны. О планах по озеленению областного центра говорилось на заседании штаба по комплексному развитию региона. Димитровград интересен туристам не только купеческими домами, паровой мельницей 1910 года, но и небольшим изящным зданием Драматического театра имени Островского. Это памятник культуры и истории города, сочетающий современную архитектуру с отголосками прошлого, красочные детали интерьера и большой зал. В театре ставятся спектакли, приглашенными известными дирижерами, что придаёт репертуару широкое разнообразие. Весной потребность в пополнении запасов витаминов может истощать организм человека. Усталость, апатия, сонливость – неизменные признаки весеннего авитаминоза. Избежать его поможет сбалансированное питание. Полезные продукты перечислит главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 12 апреля, отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Его также называют Международный день полёта человека в космос. В разные годы истории 12 апреля происходили следующие события. В 1861 году в Российской империи издан указ об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения. В 1903 году в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. 12 апреля 1911 года в Петербурге состоялся первый всероссийский воздухоплавательный съезд. 12 апреля 1919 года в Советской России прошёл первый коммунистический субботник. На станции Москва-Сортировочная были отремонтированы три паровоза. 12 апреля 1929 года основана первая в истории нашей страны туристическая компания «Интурист», ставшая впоследствии настоящим символом СССР для туристов всего мира. В 1943 году в этот день в СССР с целью создания ядерного оружия основан Курчатовский институт. 12 апреля 1949 года на юго-западе Москвы началось строительство главного здания МГУ на Воробьёвых горах. 12 апреля 1951 года названо «Чёрным днём для военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки». В ходе боевых действий в Корее только за один этот день американцы потеряли более 10 считавшихся до этого неприступными воздушными крепостями бомбардировщиков Б-52. Все они были сбиты советскими истребителями МиГ-15. И, конечно же, главное событие 12 апреля. В этот день состоялся первый в мире полёт человека в космос. Он был осуществлён гражданином СССР Юрием Гагарином на советском космическом корабле «Восток». Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил главный конструктор Сергей Королёв. 12 апреля 1985 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошёл миллионный автомобиль «Волга» модели ГАЗ-24. И 12 апреля 1997 года образована Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия. В этом году в Ульяновске планируют высадить 1300 саженцев, деревьев различных пород и около 5000 кустарников. Такие цифры на заседании штаба по комплексному развитию региона озвучил директор городского центра по благоустройству и озеленению Геннадий Маргунов. Посадочный материал выращивается в собственном питомнике, который насчитывает около 40 видов декоративно-лиственных и хвойных пород зелёных насаждений. Работы по озеленению будут проведены в парках «Дружба народов» и имени генерала Маргелова, в скверах имени Александра Зубова и трёх поколений, на проспектах Академика Филатова, Зырина и Ливанова, а также у Дворца культуры имени Первого Мая, на улицах Крымова, Карла Маркса, 12 сентября, Шолмова, в переулке Амбулаторном и на Московском шоссе, в парке «Сорокалетие» в ЛКСМ и в сквере «Средний венец». Слово директору городского центра по благоустройству и озеленению Геннадию Маргунову. На обслуживании городского центра по благоустройству и озеленению находится 103 объекта общего пользования, общей площадью порядка 500 гектаров. В этом году из средств городского бюджета для нашего учреждения также было приобретено дополнительно 13 единиц новой техники, которая значительно, конечно, расширит возможности в обслуживании парков, скверов, зеленых насаждений на улицах, а также увеличит производительность труда. То есть были приобретены и мини-трактора, мини-погрузчики, соответственно, самосвалы и ломовозы. На сегодняшний день предприятие полностью укомплектовано данной технике, но работа в этом направлении продолжается, и сейчас находится у нас на торгах еще там 2 единицы дополнительно техники. Уникальным, наверное, в этом году впервые мы увидим это так называемые сочлененные мини-погрузчики итальянского производства, мультион, которые были закуплены еще в прошлом году, успели мы, с уникальным навесным оборудованием. То есть на сегодняшний день городские пространства обеспечены у нас механизированным покосом, цепыми косилками, что, конечно, значительно увеличит производительность труда. Также служено щелочным оборудованием, то есть это летнее и зимнее обслуживание общественных пространств. Данная техника уникальна, так как имеет компактные размеры, не наносит ущерб газонной части, соответственно, в этом году мы будем впервые эксплуатировать данную технику. Следующим этапом хотелось бы отметить, это, конечно, мероприятия, связанные с валкой и всеми видами обрезок деревьев, которые проводятся в течение года. До 15 апреля регламентом разрешена формовочная обрезка, глубокая обрезка деревьев, то есть на сегодняшний день для этих нужд сформировано 5 бригад, которые также укомплектованы и автогидроподъемниками, и самосвалами на вывоз порубочных остаток. Сейчас порабатывается вопрос о приобретении дополнительных еще дробилок, чтобы утилизировать ветки, а не возить их на свалку. До 15 числа, конечно, в первую очередь, осуществляем формовочную обрезку, это придание деревьям более красивой формы. В центральной части города мы взяли на себя большие обязательства, и то есть улица Ленина, переулок Карамзина, улица Кузнецова сейчас приводятся в надлежащий вид. Также производится работа и по иным районам города, то есть мы все видим, сколько данных участков на территории города. Данные работы будут продолжаться в течение всего года. Следующим этапом – это, конечно, весенняя посадка. На сегодняшний день, благодаря такой ранней весне, это не самое лучшее время для посадки деревьев, так как сроки посадки значительно уменьшаются в весенний период, так как срокодвижение, мы планируем, прямо начнется буквально вот со дня на день. Поэтому взяли большие темпы на сегодняшний день на всех центральных улицах города Ульяновска взамен снесенных деревьев в новых микрорайонах. Массово сегодня начинаем высадку деревьев. Общей сложностью на территории города в весенний-осенний период планируется высадка порядка 5 тысяч кустарников и порядка полутора тысяч деревьев. Следующим этапом – это, конечно, наши цветники. Это наша гордость в городе Ульяновске. Город Ульяновск традиционно входит в лидирующие позиции по цветочному оформлению. То есть на сегодняшний день запланирована высадка 180 клумб. Это порядка 1 миллиона рассады будет высажено. Ландшафтными дизайнерами предприятия разработаны проекты цветников с учетом современных тенденций. То есть мы вносим порядка 15-20 локальных точек, где будут уже применены не только однолетние культуры, но и многолетние красиво цветущие кустарники, хвойники дополнительно, так называемые миксбордеры. То есть что, я думаю, оценят наши жители. То есть в общей сложности, значит, на сегодняшний день 180 цветников дизайн-проектов разработаны. Полностью определен ассортимент цветочной продукции необходимой. Соответственно, закуплен полностью семенной фонд. На сегодняшний день на тепличном комплексе предприятия происходит уже пикировка данных. То есть посев произведен был еще в начале февраля. Производится пикировка. Соответственно, продукция к сезону высадки на предприятии будет иметься в полном объеме. Скажите, а когда начнутся работы по озеленению? Традиционно, согласно правил создания, охраны, содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, Ульяновский регион попадает по срокам посадки. Это третья декада мая. Соответственно, на сегодняшний день мы к середине мая уже будем полностью готовы по цветочной продукции. И несколько слов о подготовке ко Дню Победы. Наверняка в памятных местах будут высажены цветники. Силами предприятия на общей площади порядка двух тысяч квадратных метров было высажено 105 тысяч луковичных культур, которые к 9 мая, конечно же, украсят наше общественное пространство. Города Ульяновска также были разработаны проекты цветников, то есть места высадки. Места высадки, конечно, выбирались с учетом данного мероприятия. Это День Победы. Соответственно, это все памятные места, где будут проходить массовые мероприятия, связанные с этим праздником, где будут проходить шествия колонн, там, бессмертного полка. Вот, по всему пути следования, по всем объектам, которые будут попадаться по пути, соответственно, нами разработаны и высажены луковичные культуры. 105 тысяч штук. Также вот к 9 мая на площади 30-летия еще ряду объектов будут высажены цветники из однолеток, которые, если по погодным условиям даже не повезет нам, будут заменены в дальнейшем. Но это дань, которую мы в любом случае всегда даем нашим ветеранам. Соответственно, цветники на площади 30-летия, на бульваре Нововенец, на улице Гончарова, мы также планируем и у всех памятников, связанных с Великой Отечественной войной. То есть нашим героям везде цветники будут высажены. Также одним из основных элементов оформления в городской среде это будут установлены вертикальные оформления, вазоны, садовые диваны. Все тоже связано с тематикой 9 мая. Ну и крайний этап, это, конечно, подготовка к купальному сезону. То есть 1 июня традиционно будет открыт пляжный сезон. Соответственно, до 1 июня необходимы все места отдыха близ воды. То есть это пляж и два места в городе Ульяновске завести новый песочек, отремонтировать, почистить, покрасить малоархитектурные формы, спуски в Волгу, бассейны. То есть данная работа к открытию будет выполнена. Выслушали интервью директора городского центра по благоустройству и озеленению Геннадия Маргунова. Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Радио России Ульяновск. Спорт. С 7 по 8 апреля в Магнитогорске проходили всероссийские соревнования по кудо-кубок по ОММК. Кудоисты Ульяновской области выступили успешно, завоевав в общей сложности 14 медалей. 9 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. Специальные призы за лучшую технику получили Динар Тимирханов и Илья Ишутин. Переходящий кубок за первое место в командном зачете также забрала Ульяновская область. 9 апреля в детско-юношеской спортивной школе Ульяновского района состоялось первенство Ульяновской области по волейболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды спортивной школы номер один города Ульяновска, детско-юношеских спортивных школ Чердоклинского, Вишкаймского и Меликесского районов. Победителями и призерами первенства стали команды. Первое место – команда спортивной школы номер один, тренер Александр Горбунов. Второе место – команда детско-юношеской спортивной школы Вишкаймского района, тренер Владимир Мамонов. Третье место – команда детско-юношеской спортивной школы Чердаклинского района. Тренер – Ирик Шайдулин. С 6 по 9 апреля в Липецке прошли всероссийские соревнования по морскому многоборью. Дисциплина – морское троеборье. В возрастной категории 2012-2013 годов рождения среди мальчиков наша команда заняла второе место. А Артем Кроткин стал серебряным призером в личном зачете. В возрастной категории 2010-2011 годов рождения среди девочек наша команда заняла второе место. Дарья Сафронова стала бронзовым призером в личном зачете. В возрастной категории 2008-2009 годов рождения среди девочек наша команда также заняла второе место. а Виктория Николаева стала серебряным призёром в личном зачёте. В возрастной категории 2005-2007 годов рождения среди девушек и юношей наши команды заняли третье место. 8 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орион» состоялся межрегиональный турнир по вольной борьбе. В турнире приняло участие 120 спортсменов 2007-2015 годов рождения, представляющих Тольятти, Самару, Чебоксары, Саранск, Пензу и Ульяновскую область. Большинство наград завоевали спортсмены сборной команды Ульяновской области. Среди них 11 золотых медалей. 8 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» завершился всероссийский турнир по хоккею, посвященный столетию образования общества «Динамо». В соревнованиях приняло участие 12 хоккейных команд. В сильнейшей группе первое место завоевала команда из Иваново, второе место у команды из Тюменской области, третье место у команды из Республики Удмуртия. В другой группе победила команда правительства Ульяновской области, второе место у команды УМВД России по Ульяновской области, и третье место заняла команда управления МЧС России по Ульяновской области. В сквере «Новый венец» прошел тренировочный забег открытия летнего бегового сезона, посвященный Всемирному дню здоровья. Это третий этап – Гран-при «Апельсиновый микс». На одной беговой дорожке молодежь и ветераны преодолели намеченные дистанции 3 и 5 километров. В мероприятии приняло участие более 70 любителей бега. Наш край – Ульяновская область Одна из самых красивых достопримечательностей Димитровграда – драматический театр имени Александра Островского. Кстати, сегодня, со дня рождения русского классика и драматурга исполняется 200 лет. Он родился 12 апреля 1823 года и вошел в историю русской литературы как автор знаменитых пьес «Беспреданница», «Бедность не порог», «Гроза». Ну, а Димитровградский театр неспроста носит имя великого литератора. В разные годы на его сцене были поставлены почти все произведения Островского. Также ставились пьесы Чехова, Горького и других русских классиков. Ну, а сейчас ставятся спектакли приглашенными известными режиссерами, что придает репертуару разнообразие и привлекает более широкую зрительскую аудиторию. Каждый зритель может выбрать наиболее интересное для себя направление и познакомиться с новым. Располагается театр в центральной части города. По адресу улица Третьего Интернационала, дом 74. Неподалеку находится администрация города и Марков-сад. На ближайшем перекрестке улиц Гагарина и Третьего Интернационала есть остановка общественного транспорта, которая так и называется «Драмтеатр». Там останавливаются автобусы номер 7, 8, 9, 37 и 43, а также 27-я маршрутка. А подробнее о Димитровградском драматическом театре имени Островского нам расскажет заведующая сектором научной работы музея Гончарова Ирина Маршалова. Появлению театра в Меликесе, так назывался город Димитровград, до 1972 года, способствовало строительству в 1908 году по инициативе Посадской думы во главе с купцом Первой гильдии потомственным почетным гражданином меценатом Константином Григорьевичем Марковым здание Народного дома с театром. Организованная комиссия определила постройку Народного дома произвести на городском усадебном месте, на углу Большой и Проломной улиц, по плану архитектора Кресникова. Архивные документы позволяют воссоздать историю подготовки и строительства Народного дома с театром. Одно- и двухэтажное кирпичное здание на невысоком цоколе и сегодня занимает важный в градостроительном отношении участок. Угол на пересечении центральных улиц исторической части города, Третьего интернационала и Тзержинского. Главным фасадом ориентировано на юго-запад и выходит на красную линию улицы Третьего интернационала. Здание представляет собой выразительный образец застройки Меликеса, выдержанный в формах эклектики с использованием элементов готики и классицизма. Под театром здесь в начале XX века понимали только сцену и зрительный зал, арендовавшиеся режиссерами и любителями для постановок спектаклей, так как театральной труппы, ни любительской, ни профессиональной, в Меликесе еще не существовало. Репертуар по большей части состоял из пьес Уильяма Шекспира и Александра Островского. В 1920-30-е годы в Меликесе довольно часто гастролировали театральные коллективы. Так в 1927 году Самарский театр драмы открыл здесь свой летний сезон спектаклем «Любовь Яровая». Сам Меликеский театр в 1920-е годы ездил на первый московский фестиваль агитспектаклей, в жюри которого были Станиславский, Мирхольд, Вахтангов, Таиров. В 1930-е Меликес входил в состав Куйбышевского края, поэтому при бывшем народном доме разместился профессиональный колхозно-совхозный театр Куйбышевского края. Согласно официальному сайту Дмитровградского театра, сохранилась единственная программка этого периода, из которой известно, что в 1935 году ставился спектакль по пьесе Островского «Свои люди сочтемся». В годы Великой Отечественной войны Меликес превратился в тыловой город, принявший эвакуированных жителей при фронтовой полосы. А сцену народного дома в 1941-1943 годах занял театр музыкальной комедии, эвакуированный из города Житомира. 25 декабря 1943 года, согласно решению Ульяновского было сполкома, состоялось открытие Меликесского профессионального драматического театра показом спектакля «Поздняя любовь» по Островскому. В 1979 году театр перешел в городское подчинение. В 1996 году Дмитровградский драматический театр на основании постановления администрации города Дмитровграда был переименован в муниципальное учреждение культуры. С 25 января 2006 года театр именуется Дмитровградский драматический театр имени Александра Николаевича Островского. С 2000-х годов начинается активная творческая жизнь в рамках фестивалей и грантовой деятельности. В декабре 2003 года, отметив свое 60-летие, Дмитровградский драматический театр дал в жизнь первому театральному фестивалю – театр МУ, где под веселой аббревиатурой разумелось, муниципальные учреждения. В марте 2007 года театр принял участие в первом фестивале театров Ульяновской области «Лицидей-2007». С этого времени Дмитровградский театр становится постоянным участником и партнером областного фестиваля «Лицидей» и удостаивается различных премий. В июне 2011 года он был приглашен на 9-й фестиваль театров малых городов России, который состоялся в городе Балакова Саратовской области. Тогда на суд жюри и зрителей был представлен спектакль «Женитьба Бальзаминова», поставленный заслуженным деятелем искусств России Владимиром Рубановым по пьесе Островского «Зачем пойдешь, то и найдешь». Вскоре Дмитровградский театр имени Островского стал организатором-участником первого межрегионального фестиваля «Театральный Атомград» среди профессиональных театров из городов с атомной отраслью. Отметим, что в Дмитровграде одним из городообразующих предприятий является научно-исследовательский институт атомных реакторов. Знаково, что именно в 2013 году театр отметил свое 70-летие. В 2014 году Дмитровградский драматический театр принял в свою труппу работников Луганского академического русского драматического театра имени Павла Борисовича Луспекаева и Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. Именно с приходом в театр главного режиссера Олега Валерьевича Александрова и главного художника, заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Ивановича Медведя, связана постановка спектакля «Гроза» по мотивам пьесы Островского. Эта сценическая интерпретация стала рекордсменом по сборам за всю историю Дмитровградского театра. Кроме того, постановка «Грозы» взяла пять призов на проходившем в Ульяновске 9-м региональном фестивале «Лецидей-2015». С 2018 года художественным руководителем театра стала Ольга Панченко. На пост главного режиссера был приглашен Илья Костенкин. 12 июля 2018 года вознаменование 110-летия здания театра в постановке главного режиссера Ильи Костенкина состоялся театрализованный концерт «Юбилей на балконе». Именно балкон, расположенный над входом в театр, стал импровизированной сценой. Зрительным залом служила театральная аллея и площадка поблизости. Вдоль аллеи были расположены выставки, посвященные истории театра, Краеведческого музея и городских библиотек. Сегодня должность художественного руководителя театра занимает Илья Сергеевич Костенкин. В разные годы в театре были представлены почти все произведения Александра Островского, ставились пьесы Антона Чехова, Максима Горького, обращалось творческое руководство театра к произведениям Уильяма Шекспира, Педро Кальдерона, Мольера, Фридриха Шиллера, Генрика Ипсона, Бертольда Брехта, Федрика Гарсия Лорке. Сейчас в Димитровградском драматическом театре ставятся спектакли приглашенными известными режиссерами, что придает репертуару разнообразие и привлекает более широкую зрительскую аудиторию. А 25 декабря Димитровградский драматический театр имени Островского отметит 80-летний юбилей. Выслушали заведующую сектором научной работы музея имени Гончарова Ирину Маршалову. С вами Наталья Козина и региональный центр общественного здоровья. С приходом весны многие чувствуют упадок сил. Казалось бы, сама природа старается наполнить нас энергией, но мы почему-то чувствуем вялость и сонливость. Причина неприятного состояния – весенний авитаминоз. Как понять, что нужна витаминизация? Организм сигнализирует о витаминном голоде несколькими способами. Ухудшается состояние кожи, волос и ногтей, ухудшается зрение, нарушается психоэмоциональный фон, появляется раздражительность, бессонница, апатия, повышается утомляемость. Если присутствует сразу несколько из этих признаков, значит, организм сильно ослаб за зиму. И ему срочно нужна ваша помощь. Например, чтобы восполнить нехватку витамина D, помимо рыбьего жира, сливочного масла и печени трески, необходимы солнечные ванны. Всего несколько минут на солнышке, и вы почувствуете прилив энергии, так утверждает главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина. Одной из причин весеннего упадка сил – недостаток света, который организм испытывает зимой. Поэтому сейчас нужно использовать все преимущества солнечного света и ежедневно находить время для дневных прогулок, хотя бы небольших. Помимо этого, необходимо поддерживать достаточный уровень витамина D с помощью пищевых добавок и питания. Он содержится в жирной рыбе, лосось, сель, скумбрия, печень трески и продуктах из коровьего молока и яичных желтках. Массаж активных точек лица способен помочь организму укрепить иммунитет и лучше усваивать витаминные добавки. Можно положить обе ладони на лицо так, чтобы средние пальцы оказались в точках над бровями, указательной на висках. Безымянные сошлись на переносице, мизинцы над верхней губой, а большие – под челюстью. Каждое утро, сразу после пробуждения, массируйте точки круговыми движениями. 7 раз по часовой стрелке, 7 раз против. Двигательная активность тоже способна буквально творить чудеса. Она улучшает циркуляцию крови, активизирует обмен веществ и даже нормализует гормональный фон и улучшает настроение. И для этого не нужно себя изнурять многочасовыми тренировками, пробежками, вполне достаточно прогулки или нескольких приседаний у открытого окна. Этого хватит, чтобы вернуть бодрость телу и подкормить его кислородом. Если вы с утра чувствуете себя недостаточно бодро и буквально спите на ходу, попробуйте принять контрастный душ. Но для начала нужно чередовать теплую прохладную воду два раза. Начинаем сверху, но если у вас часто бывают повышенные давления, то лучше начинать обливание с ног, постепенно поднимая душ все выше. Дополнительный бонус контрастного душа – эта техника не только помогает взбодриться и повысить упругость кожи, но также укрепляет сердце и сосуды и способствует профилактике вирусных инфекций. В некоторых случаях весенний упадок сил может быть связан с серьезными нарушениями в работе организма. К примеру, усталость может быть вызвана сбоем в работе щитовидной железы, а может быть недостатком железа в крови. Бывает, что дефицит одного или нескольких витаминов связан с нарушением их всасывания в желудочно-кишечном тракте. Медицинских причин для усталости может быть множество. Поэтому заниматься самолечением в этом случае опасно и необходима консультация специалиста. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! А сегодня мы продолжим знакомиться с парами похожих существительных, которые нельзя путать. Напоминание и упоминание. Оба слова могут встретиться вам в том числе в смартфоне. Напоминанием будет, например, уведомление, помогающее не забыть что-то важное. А упоминание может появиться в соцсетях, когда кто-то отметил ваш профиль в посте или сообщении, то есть вскользь назвал или обозначил причастность. Хотя кажется, в ситуации, когда ребенок невзначай говорит, какой подарок он хочет на день рождения, упоминание превращается в напоминание. Но не давайте себя запутать. Напоминание для запоминания. Упоминание про повествование. В этот день появились на свет Феличо Джордини, итальянский композитор и скрипач, Леонид Яковлев, русский певец, Джонни Дотс, американский кларнетист, один из первых сольных джазовых исполнителей на этом инструменте. Генрих Нейгаус, советский пианист и педагог немецкого происхождения. Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица, сопрано. Леонид Дзербенев, поэт-песенник, автор таких известных песен, как «А нам все равно», «Все могут короли», «Атлантида», «Где-то на белом свете». Юрий Гальцев, актер, артист острады, певец, заслуженный артист Российской Федерации. Владимир Шурочкин, российский певец, композитор, музыкальный продюсер и кинокомпозитор, один из бывших солистов группы «Ласковый май». Но случайная-то слеза, словно зимой гроза. Губы в губы Вечер погас, Аджикари нас, губы в губы Михаил Турецкий, певец, хормейстер, основатель и продюсер арт-группы хор турецкого и женского музыкального коллектива «Сопрано», народный артист Российской Федерации. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1874 году в Мариинском театре прошла премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Опричник». В 1893 году в Париже на бульваре Капуцинок в доме 28 впервые принимал зрителей концертный зал «Олимпия». Он работает по сей день и пользуется репутацией самой престижной площадки для выступлений французских и иностранных звезд эстрады. Здесь многократно выступали Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Джо Досен, Мирей Матьё, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Битлз, Роллинг Стоунс, Муслим Магомаев и Эдита Пьеха. В 1954 году Билл Хейли записывает пластинку с песней «Rock Around the Clock». Песня была написана ещё в 1952 году, но успех пришёл позже. А 12 апреля 1954 года можно считать датой рождения рок-н-ролла. В 1996 году создана лексиринга